Незаметно для всех школьников города пролетели 4 месяца первого учебного семестра. Традиционно были награждены грамотами начальной и средней класса за активное участие в культурных мероприятиях, проводимых учреждениям, ну и, конечно же, были отмечены отличники и ударники. Для ребят новогодние каникулы являются самыми долгожданными, но пусть они и наполнены праздничным настроением и беззаботным весельем, повсюду все же подстерегают и опасности. Каждый год перед каникулами мы проводим инструктажи с детьми. У инструктажа, конечно же, говорим о соблюдении правил дорожного движения, о соблюдении техники безопасности в комендантском часе, затем поведении, конечно же, детей на водоемах, для того, чтобы дети после каникулы пришли в школу живыми, здоровыми и невредимыми. Детям не придется проводить каникулы лишь на диване или за компьютером, ведь практически во всех школах будут все так же собирать ребят в спортивных залах на занятиях волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. На площади города, а именно возле главной елки, с трех часов дня будут проходить игры и конкурсы. В течение школьных новогодних каникул наши учащиеся могут заниматься в кружках и объединениях, в учреждениях дополнительного образования. Также у нас будут при школах работать катки, спортзал, где различные виды спорта, соревнования, конкурсы будут проходить. Также в каникулы у нас организованы различные акции. Это акция «Кормушка». Могут дети с родителями изготовить кормушки, повесить их на птичьей столовой в лесу. Также у нас акция будет «Сохрани елочку» и различные другие мероприятия, которые порадуют детей в течение всех школьных каникул. В общем, если ребенок все-таки решит не сидеть без дела, то найти занятие не составит ему большого труда. Отметим, что новогодние каникулы школьников продлятся до 14 января. Анастасия Кай, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник». Анастасия Кай, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».